Всем привет, ребята! Вы на канале Иришка Мими и моих миленьких красожопок. А это не я. Тима, Андрей, моя грызка. Слушайте, мы решили сходить с Андреем в фикс прайс. На районе. На районе, да. Я увидела, что там я подписана в фикс прайс в инстаграме. И там девчонка делает обзоры. Уже появились новогодние украшения, всякие игрушечки. Я хочу купить гирлянду. Я заказывала с Алиэкспресса гирлянду, но Зёва одну мою погрыз. Я на него зла. Да. Поэтому я думаю, ладно, сходим сейчас в фикс прайс. Заодно я сниму вам обзорчик, что там появилось. Может быть, вы такие посмотрите. Вы такие, вау, надо сходить в фикс прайс, пока все не разобрали, и тоже себе что-то купить. Вот. Покажу вам, что там есть. Мы уже в магазине. Смотрите, как красиво. Можно сказать, волшебно. Есть игрушечки такие. Можно в подарок подарить или просто себе купить. Надо взять ёлочку, под ёлочку ставить здесь. Но на самом деле я не понимаю прикол вот этих штук. Он же просто стоит же. Коллекцию собрать. Коллекцию. Скупите весь фикс прайс. Ленточки. Повязывать коробочки. Очень прикольные. Я сначала подумала взять, а потом подумала, да, не буду. Есть вот такой вариант. Кто-то размотал. Это была не я. Наклеек много всяких разных. Например, на окна снежинки клеить, оленей. Коробочки. Игрушечки, гномики. Очень прикольная штука я себе взяла. Это мешочки подарочные. Например, подарить что-то, собрать. Что-нибудь небольшое положить туда и подарить там подруге, другу. Ну, наверное, больше подруги. Вот. И много гирлянд различных. Вот. Я себе очень долго выбирала. Есть разноцветные. Как понять, какая? Это разноцветная. Это золотая. И там вдалеке есть серебряная. Вот, типа, такого будет. Я не разная. Есть шариками. Есть вот такие. Сзади нарисовано. Кстати, прикольно так голубенько выглядит. Красивенько. Смотри, скелетик вырос, помнишь? На прошлый год. А это на Хэллоуин, да. Это вы на выговор. Еще Хэллоуина не было. Еще коллекция для Хэллоуина. В общем, много гирлянд. Сейчас, минуточку. Тут очень много людей. Немножко отдалимся. В общем, большой выбор игрушек. Есть всяких бантиков. Дождичка. Дождичка. Елочки, кстати, прикольные. Декор. Еще есть вот такие гирлянды. Тоже прикольные, милые. Гирляндочка. Так повесить на штору можно. Вдоль шторки. Мини-гномики. Можно в подарок, например, положить. Есть еще игрушки, кстати. Елочки. О, это шапка. Кстати, прикольные шапки такие. Не очень позорные. Это же шапка. Ну, в общем, вы поняли. И подарочные эти. Обои, я хотела сказать. Ну, вы поняли. Много контейнеров появилось, кстати. Например, вот этот прикольный. Корм хранить. Вся чили, лакомство. Вот тоже вариант. Это с такими крышками. Крышками. Зашли тут в зоомагазинчик. Смотрите, это же лакарюнички. Наши маленькие лакарюнички. Там тоже. Вон, там он. Мойся торчит. Какие они миласочки. Маленькие милашечки. Всех забрала. Шустрелки. Ну, и распаковка. Что я купила в фикс прайсе. Я взяла две гирлянды. Вот такую вот. С белым светом. Но тут нужны батарейки. У меня их, к сожалению, нет. Я в магазине что-то не посмотрела. Это белый свет, если что. И вот такую гирлянду. Тут батарейки есть. Вот так она светится. В принципе, прикольно. Стоили они по 199 рублей. 200 рублей за гирлянду. Вот гирлянды. Я взяла пакетики. Подарочные мешочки. Такие со звездочками. И со снежинками. Прикольно. Мне нравится. Дальше я взяла тряпочки. Но это мне на кухню. И сушеные сухофрукты. Виолиные папайя. Манго. Манго. И банан. А, еще попкорн Андрей себе взял. Это мы уже зашли просто в магазин в пятерочку. Булочки набрали. Это во вкус вилла я зашла. Хотела купить его. Было, но там всего две штучки было. Поэтому я взяла другую рыбу. Напробую вот эту. Вот я еще ни разу такую рыбу не пробовала. Не знаю понравится мне или нет. Но у меня есть подозрение, что нет. Я обычно знаю вкус в обла. Мне нравится. И все время сравниваю с ней. Ну попробую. Курицу взяла. Кетчуп. Все. Ну это такая вот. Попозже покажу, как я что из этой гирлянды сделаю. Так, уже вечер. И я хотела вам показать, как я использую гирлянду. Вот эти две, которые я купила. У меня есть две похожие вазы. Одна синяя, другая желтая. Белый свет я использую для вот этой вазы. Только она стоит у меня не здесь, а в комнате. И когда еще больше стемнеет, я покажу еще вам, как это выглядит. Вот смотрите. Она прикольно выглядит, как будто светлячки в банке. Мне очень нравится. Это прикольно. Она, видите, так как она мне на батарейках, она вот тут я приклеила на двухсторонний липкий скотч. И оно мне держится. Вот так горит. А это получается желтая банка и желтый свет. Там типа кристаллики такие, но вы видели. Я немножко решила сегодня мы гуляли, собрала еще листочки и типа вот так украсить. Мне кажется, прикольно. Листочки еще засохнут, как они в сухоцветы превратятся. И мне кажется, это прикольно выглядит. Но единственная затрат на то, что батарейки надо покупать будет часто, если вы будете часто включенную ее держать. Ну, днем нет смысла ее держать включенной. А вечером так вышли на кухню. У меня вот она на кухне стоять. Включили, так романтик создали. Прикольно. И хотела вам еще показать. Я вчера разукрашивала камушки. Вот эти вот. Мне привезла их Галя, когда ездила летом на море. Вот. Но они разной формы. Вот этот я рисовала уже. Вы помните, когда ко мне приезжала Лафирчин. Мы с ней разукрашивали тоже камушки. А это я вчера разукрашивала. Это типа должен был быть Рафаня. Но получился у меня какой-то Раф Дракула какой-то. Смотрите, вампир пьет кровь. Хотя, ну, я хотела так сделать, чтобы он откусил сыр, как будто кушает. Но это, мне кажется, даже на сыр не похоже. В общем, художник из меня так себе. Дальше. Это у меня Люсьенчик. У него в руках сердечко, если присмотреться. По задумке это был корм комплит. Они же как бы сердечком идут. Розовые ушки, носик, улыбочка, белое пятнышко, хвостик и лапки. Ну, это ручки. Но получилось так, как будто он в костюме. Ну, мне так кажется. Вот. И у меня зёва тут есть. Зёва получился самым страшненьким. Скажу сразу, у меня как-то не очень получается это всё красиво рисовать. Ну, вот просто вот такая мыха. Вот так я вчера, чем я вчера занималась, сразу украшивала. Настроение было. У меня осталось ещё два маленьких камушка. Но они совсем маленькие-маленькие. Может быть, когда-нибудь руки тоже дойдут. Вот. У меня они тут лежат, как декор около вазы. Вот. Короче, вот так это выглядит. Мне кажется, это прикольно. Блин, только засвечивает. Во, вот так вот. Клёво же. Мне нравится. Вот так это смотрится в спальне. У нас, во-первых, есть подсветка под подоконником. Мы заказывали тоже на Алиэкспрессе. Что там подсветка. Ещё я заказала на Алиэкспрессе гирлянду для штор. Вот такая, видите. Она тоже такая же, только золотого цвета. И, получается, мои светлячки в банке. Вот так это выглядит. Очень красиво. Можно даже немножко так приоткрыть, чтобы выглядело. Сейчас ещё, видите, не совсем стемнело, когда на улице прям чёрный-чёрный свет. Более прикольно выглядит. Вот так это смотрится. Мне кажется, очень даже романтично. Я поняла, что тут не так. Смотрите, видите, на вот эту гирлянду, она, у неё есть режимы, и она мигает по-разному. У меня была такая же, пока зёва не скрыз, только в белом свете. И она у меня была в банке. Я её переключала, и она также у меня мигала в банке. И было реальное ощущение, как будто там светлячки двигаются, там переливаются. А сейчас он как бы, вот эта гирлянда из фикс-прайса, она горит в одном режиме. Она постоянно горит и не меняет свой режим. Поэтому, ну блин, я теперь думаю, что надо было налички заказать. Но всё равно прикольная, как бы я не жалею, что взяла. Единственный минус, что она на батарейках. Я бы лучше какой-нибудь, ну, налички бы посмотрела с, например, с USB-переходником или хотя бы с вилкой. Потому что, ну, батарейки заколебаешься менять, реально. Вот, а так прикольно. Ну и напоследок вам покажу своих крысяу. Посмотрите на них. Это у нас Рапаня-то что такое с глазиком твоим? Ой, как много. Сейчас буду протирать парфирин у него, что-то там. Это у нас Зёва. Там у нас Лисенчик, да? Ну-ка посмотрим. У нас Лисенчик тут. Привет. Такой, не понял, что я тут просто лежал. Зачем вы меня открыли? А Персифоня где? А Персифоня с Зёвушкой, они вон там. Короче, дрыхнут, малыши. Дрыхнут. Я им тут повесила гамак. Смотрите, как он длинный у них. Прямо во всю клетку. Вот тут ещё гамак они прям любят. Домик тёплый, кокошник их. Такой домик. Ну, в общем, дофига всего. А это мне пришла ёлочка, тоже с Алиэкспресса. Я думала, что она будет побольше. Будет розовая, красивая. Но она уродская пришла. Мне вообще она не нравится. И я думала, я наряжу в этот Новый год розовую ёлочку. Там гирляндочкой её обклею. И розовые игрушки куплю. Но, в общем, не сложилось. Поэтому план провален. Не хочу больше другую какую-то розовую заказывать. Не знаю. Посмотрим, как будет. Вот. Вот крысюшки. А, из новинок. Что? Я заказала на Валберис им вот такой корм. Полец. Это как добавка идёт. Не полноценный корм, а добавка к корму. Но учтите, ребят. Если вы будете такой заказывать корм, имейте в виду, что не все крысы его будут есть. Они будут игнорировать. Потому что у меня много подписчиков. Написала, что я уже в Телеграм поделилась. Этой новостью давно уже. И не едят этот корм. Они у меня тоже, на самом деле, не особо его едят. Они вот берут, его таскают, бросают. А когда основной корм съедают, то, короче, и этот грызут. Так что этого корма хватит надолго. Я взяла две пачки себе. Вот. Я думаю, что до весны мне его хватит.